Каждому из нас известна легенда о знаменитом Робин Гуде, о благородном разбойнике, который грабил богатых и отдавал все бедным. Это образ средневекового героя, защищающего простой народ перед лицом вседозволенности феодальной аристократии. Но существовал ли Робин Гуд на самом деле? Или, может, существовал кто-то, с кого был создан образ этого героя? Сегодня мы попробуем разобрать этот вопрос и выяснить, кто же такой Робин Гуд на самом деле. Современному человеку Робин Гуд наиболее известен по фильмам, в большинстве из которых он предстает человеком благородных кровей, чей фамильный замок и владения были отобраны неправедной властью. Он является современником короля Ричарда Львиное Сердце, который большей частью отсутствовал в родной Англии, предпочитая годами пропадать в крестовых походах. А потому на родине всем распоряжался его корыстный младший брат, принц Джон. Эта версия согласуется и с большей частью легенд о благородном разбойнике. И действительно, практически все возможные исторические прототипы Робин Гуда были представителями феодальной аристократии. От мелких землевладельцев йоменов до целых баронов и даже графов. Но можно с уверенностью сказать, что Робин Гуд не мог застать правление Ричарда Львиное Сердце. Эта часть легенды с легкостью разрушается, а простой исторический факт. Соревнования по стрельбе из лука, в которых так прославился Робин Гуд, начали проводиться почти через столетие после смерти короля Ричарда. Отсюда мы можем определить и примерное время существования возможного прототипа Робина. Это 13 или 14 века. А если вспомнить благородное происхождение Робина и трагическую судьбу его владений, и добавить к ним имя самого героя, то особенно достоверной становится версия, что Робин Гудом был некий Роберт Хоут, родившийся в 1290 году и принимавший активное участие в восстании графа Ланкастерского в 1321 году, после поражения которого он остался не у дел и даже был объявлен вне закона. Испытывая серьезную нужду в средствах, Роберт Хоут сколотил банду и начал устраивать засады на богачей в Шервудском лесу. Не правда ли эта история звучит довольно знакомо? Правда, ничего не известно о том, отдавал ли этот человек награбленные деньги нуждающимся. Скорее всего, он оставлял всю добычу себе, но при этом Роберт Хоут никогда не грабил бедняков. Возможно, именно поэтому он снискал среди них уважение и сохранился в народном фольклоре, в котором любят все преувеличивать. Другие персонажи, известные нам по фильмам и легендам, такие как возлюбленная Робин Гуда Леди Мэриан и вечно пьяный монах Тук, не упоминаются ни в одном историческом источнике, связанном с Робертом Хоутом. По-видимому, они были выдуманы позднее, чтобы привнести в историю о Робин Гуде больше романтики. Однако достоверно известно, что у Роберта Хоута был огромный помощник, попадающий под описание малыша Джона. В 1784 году была вскрыта предполагаемая могила Джона, в которой действительно обнаружили останки человека высокого роста. Однако, в отличие от легендарного разбойника, Роберт Хоут, по-видимому, был меньше связан своими принципами, поскольку в разбойниках он пробыл недолго, а вскоре и вовсе раскаялся и добился милости короля, поступив к его двору на службу. Таким, скорее всего, и был настоящий Робин Гуд, более склонным к человеческим слабостям, а потому и более правдоподобным. Однако, есть мнение, что образ Робин Гуда на самом деле происходит из фольклора древних саксов. Они верили, что в английских лесах обитает мифическое существо по имени Пак, известное англичанам под именем Хоб или Робин Гудфэллоу. Это был шутник и разбойник, типичный трикстер, который всегда одевался во все зеленое. Но, скорее всего, правдивы обе эти версии. В какой-то момент в народном сознании образ лесного духа наложился на личность настоящего разбойника. Более поздние поколения добавили ему благородные черты, известных врагов и романтических компаньонов, сопровождавших Робина на всем его нелегком пути. И в итоге создали легенду о Робин Гуде, благородном разбойнике из Шервудского леса, что грабит богатых и отдает все бедным. Легенду, которую знает каждый из нас.